Смотрите, мы открываем коробочку, и тут у нас все новенькое, все такое в упаковочках. Ребят, вот совсем недавно говорила, что людей мало, посмотрите. Что делает хорошая погода. Продолжение следует... Ребята, посмотрите, что делает погода и выходной день. Народу полно. Что на емусть все забито, что на море. Море вы уже видели в прошлом видео. Сегодня просто посмотрите, сколько много народу. Все гуляют, отдыхают, кафе переполнены. В общем, все хорошо, ребята. Значит, мы вот отсюда вышли. И смотрите, тут первый раз, честно сказать, иду. Там, значит, вон концертный зал. И это, получается, за ним. Что тут было, я не знаю. Классно. Первый раз была с той стороны концертного зала. Вот дом находится сразу за этим концертным залом в центре. Это же рыба там, да, мелочь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Классное местечко. Мы сейчас тут немножко попугаем рыбу. Там рыбаки рыбачат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А мы бы приехали погулять. Смотрите, что делается. Как-то смотрела на талию Фалькона. Она от крокодила убегала. Теперь, когда подхожу так к воде, мне тоже кажется, сейчас как вылезет. Но эти корни, это что-то, конечно. Смотрите, какая красота. Ой, у меня что-то пошла неделя релакса. Неделя красивых видео. Смотрите, ребят, как иногда полезно побывать на прямых эфирах. Там иногда такое узнаешь. Вот я, например, вспомнила фильмы, которые я хотела бы посмотреть. И вот сегодня посмотрю. Один из этих фильмов это Форест Гамм. И еще несколько фильмов, потом расскажу вам. Красота. Ой, смотрите, уточки. Смотрите, парочка он и она. Красиво плывут. А, наверное, к рыбакам-то, что авось что-то перепадет. Смотри, как быстро плывут. Смотрите, как хорошо тут подмыло. Я и хожу по этим корням. Надо смотреть, не упасть. А то вам все хочется показать. Смотрите, что делается. Ребят, что вы испугались-то? Я же не буду вас трогать. И куда вы поплыли, ребятушки? Ай, увидели меня и убегают. Уплывают. Не бойтесь. Тут тоже, смотрите, рыбаки сидели. Все, напугала. Не буду вас пугать. Ухожу, ухожу. Все. Так, а что вы в разные стороны? Гули, 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 гули. Как вас позвать, а? Быстрее, прям как будто я нырну и побегу за тобой. Поплыву прям. Деру дал. Видишь, какой пугливый. Смотрите, как красиво. Река Лелупа, для тех, кто не знает. Так, они идут к берегу все-таки парковаться. Я их отвлекла. Все, ребят, все, ухожу. Ухожу. Смотрите, опять дятел. Дятла встретили в лесу. Петербурга. Река Лелупа. Река Лелупа. Река Лелупа. Река Лелупа. Вон, смотрите, сидит, как высоко. Всё, ребят, прогулялись. Поехали домой. Уточек увидели? Дятла увидели. Рыбок увидели. Всё, можно идти отдыхать. Дальше. Ребят, всем привет. Только что привезли мой подарочек. Посмотрите, какая у меня штука. Новая игрушка. В общем, это пылесос, который и пылесосит, и моет одновременно. И очень удобно должен быть в эксплуатации. Сейчас посмотрим. Смотрите, мы открываем коробочку. И тут у нас всё новенькое. Всё такое в упаковочках. Посмотрите. Я ещё ничего не открывала, только-только привезли. Тут куча всяких разных насадок. Посмотрите, как тут и от шерсти, и для диванов, и для того, и для сего. В общем, всё потом вам покажу, расскажу. Куча всяких гвоздиков, адаптеров. Это самая, наверное, нужная щётка. Это щётка-пылесос. Сейчас ручка. Точнее, не ручка, а вот такая штучка. Видите, даже в машине можно попылесосить. Дядь так раз и попылесосил. Сейчас вам покажу, что тут ещё есть. Вот такая книжечка. Очень удобно. Видите, контейнеры. Не надо тут... Ну, и очень... Смотрите, можно к стене прикрепить. Что мы, наверное, и сделаем, чтобы меньше места занимало дома. Сейчас посмотрим. Тут вот всё. Инструкция, все дела. Всё потом вам покажу. Значит, палка сама. Ничего не помню, что какого размера. Когда соберу, тогда покажу. Вот такая щёточка. Пока что всё в упаковках. Ещё ничего не открывало. Фильтр тут запасной. В общем, я очень довольна. Сейчас соберу его и покажу, что получилось. Так, ребят, смотрите. Я достала из плёнки. Оказывается, он уже на 50% заряжен. Посмотрите, тут специально положила мусор. И сейчас мы первый раз с вами его подключим. Так, смотрите. О-о-о. И всё это оказалось, видите, в этом контейнере. И есть тут... На этой ручке, видите, две скорости, я так понимаю. Две мощности. Фрея очень заценила уже эту штуку. Пока ещё боится, но чё делать. Так, и вообще, мой сын сказал, что это для него. Потому что тут написано... Макс. Вот, видите, на колбе написано «Макс», и поэтому мой сын решил, что это для него. Ребят, посмотрите. Вот только что мы вот эту вот насадку пробовали. Видите, можно раз, спустился в машину и прибрался там, да. Также можно диван почистить, всё, что хочешь. Очень прикольно, мне очень нравится. Также самое вот сейчас эту щётку испытываем. Вот то, что тут ещё горят лампочки, чтобы ты видел. Весь мусор. Вот, смотрите, как она выглядит. Опа! Такая штука. Вы не представляете, сколько сейчас желающих убрать дома, пропылесосить дом. Смотрите, значит, у нас есть ещё вот такая вот насадочка. Это именно для мытья полов. Вот, смотрите, в комплекте идёт тряпочка, которую можно стирать. Она не одноразовая, видите, многоразовая. В общем, вот такая штука. Здесь он и пылесосит, и моет одновременно. Вот такое вот. Смотрите, сейчас покажу вам. Одной рукой неудобно сейчас. Ать! Вот. Это значит щётка сама. Да? А это боксик с водой. Видите, такие контейнеры. Заливаешь воду, и говорят, что это очень удобно. Сейчас посмотрим. Вот сюда заливаешь. Вот она тряпочка. Вот она щёточка сама. Все эти штучки можно отдельно купить. Тряпочки также потом. Всё можно докупить, хотя говорят, что надолго хватит. Вот такая вот, очень классно. На 360 градусов поворачивает. Есть также шланчик этот, сама палка, чтобы в трудно доступные места залезть. В общем, я буду пробовать, буду смотреть. Надеюсь, что я выбрала правильный пылесос. И надеюсь, что меня порадует. Вы не представляете, сколько радости? Я так ничему не радовалась уже давно, как этому пылесосу. Очень удобно оказался пылесос. Пока что ещё только две комнаты помыла. Потом дальше разберёмся, посмотрим, как через время. Потом расскажу свой отзыв об этом пылесосе. А сейчас, смотрите, никаких вёдер, ничего не надо. Всё вот хранится. Вот помыл пол и тряпочку пополоскал, и всё. И готово. Её можно бросать в стиралку, поэтому даже тут, смотрите, мне надо сильно напрягаться. В общем, класс. И надеюсь, что дальше также будет классно. Вот такой вот комплектик. Вот, посмотрите, это щётка для мытья полов. Это щёточка шерсти, все дела. Это щёточка в трудно доступные места. Да, эта щёточка в узкие места, наверное. Этой щёткой мы Фрею почесали. А вот эта щёточка у нас для машины, для всего такого. В общем, очень классная штука. Вот, смотрите, картинки сейчас я вам покажу. Смотрите, даже можно наверху, видите, достать и почистить все эти наши вытяжки, все дела. Вот, под диваном, везде где-то. Вот, очень легко, кстати, контейнер этот высыпать. Вот, смотрите, он всегда будет в таком состоянии у меня. Если вдруг что-то где-то рассыпал, то можно раз, не щёточку с совком, а вот эту махину. Посмотрите, вот, крошечки раз и убрал. Вот эта насадка, которую я вам сейчас показывала, это вот это вот. Это, значит, видите, вот шерсть очень хорошо убирает. Вот, смотрите, это вот можно между подушками, где угодно, в машину с собой взять. Вот это, видите, тоже в машину мебель можно спокойно попылесосить. Так что, вот это вот показывает то, что видна вся грязь с помощью этих огоньков. Так, и вот очень удобный этот контейнер. Я сейчас так немножко побаловалась, поставила его заряжать и вечером обязательно помою пол во всей квартире. Посмотрю, расскажу вам потом, на сколько времени мне всю мою небольшую квартиру заняло помыть и на сколько хватает зарядки. Тоже очень интересно. Он был заряжен у нас на 40%. Мы 20%, пока тестировали его, потратили.